Не меньше 80% компаний должны перейти на российское программное обеспечение к 2030 году. Это одна из приоритетных задач, которую президент Владимир Путин поставил перед главами регионов. Инновационные идеи в отрасли лучшие компании со всей страны представили на фестивале информационных технологий Омфест в Омске. Участники – ведущие специалисты IT-сферы, представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. Мы сегодня, Женя, с одной стороны, лучшие компании нашей страны, кто производит сок, с другой стороны, наши промышленные предприятия и сельхозпредприятия. Для того, чтобы они познакомились, познакомились с лучшими решениями в нашей стране, которые есть, обменялись контактами и началось взаимодействие, в том числе экономическое взаимодействие. Омские предприятия сейчас активно разрабатывают программные продукты и выстраивают отношения с российскими разработчиками, подчеркнул губернатор. Некоторые уже полностью перешли на отечественные решения, участие в конференции, возможность выстроить прямой диалог и наладить коммуникацию с ведущими IT-компаниями. Хочется добиться прямого взаимодействия, того, чтобы местные компании лично познакомились с разработчиками этих продуктов, чтобы для них это были не какие-то абстрактные люди, которые сидят там где-то далеко. Причем я хочу сказать, что в ассоциации компании не только московские, у нас из разных регионов, у нас много питерских есть, компании из Екатеринбурга, из Термии, из Самары. Из Новосибирска есть, естественно, вот из Омска нет. Вот это прям недоработка, которую нам совместно надо как-то исправить. Наладить взаимодействие поможет соглашение о сотрудничестве. Его в финале встречи подписали губернатор Виталий Хаценко и председатель правления ассоциации разработчиков Наталья Касперская. Стороны договорились развивать партнерство в области продвижения российских информационных и цифровых технологий. Подготовкой и согласованием конкретных предложений займется специальная рабочая группа.